всем привет это вторая часть видео про рулевую рейку первая часть была о том что не стоит ждать халявы что стук пройдет сразу же после того как вы просто подтяните и вот этим регулировочным болтом халявы ждать не стоит поэтому переборка переборка хорошо описано во многих видео там все просто снимается разбирается и делается так поэтому повторяться не буду расскажу только хитрости которые не попадаются на видео либо попадаются достаточно редко в этой части гидравлическая система рейки поршень на штоке туда-сюда ходит под действием соответственно гидравлики усиливается сила действующая на шток вот здесь шток этот шток в корпусе рейки закреплен вот такими втулочками просто пластмассовые ну или пластмасса второпласт неважно общем какой-то полимер с этой стороны втулка запрессовывается в башмак еще есть отдельно железный башмак внутри как типа поршня вот здесь вот втулка запрессовывается вот так просто в корпус рейки с этой стороны втулки нету с этой стороны только сухарик опорный под этой гайкой и снизу червяк вот получается вал червяка рулевой соответственно крутим червяк крутится крутит рейку в этой части рейки зубчатая часть снизу на которую воздействует червяк при повороте поворачивается здесь требование к частоте штока гораздо ниже но само собой так как здесь сухарик ходит по нему скользит шток шток должен быть достаточно чистый но не стоит заморачиваться из излишней полировкой так чего не было в других видео и редко встречается в других обзорах вот эти втулочки они садятся на шток с люфтом вот так я думал сначала что когда втулка запрессуется в башмак она вроде как вот распорная с прорезями и и зажмёт и соответственно люфт уйдет между втулкой и штоком но нифига подобного поэтому пришлось убирать люфт вот таким способом дополнительно алюминиевая фольга алюминиевая фольга подошла мне от гофры зависимости от люфта конечно будет разная толщина фольги один слой у меня чтобы легче было впрессовывать в башмак и соответственно сюда в башмак то башмак вот это снимается отсюда изнутри и не он легко можно запрессовать втулку с вот с такой прокладкой сюда тяжело поэтому я сделал вот так вот загнул края и вставил соответственно так после чего края просто длинной отверткой так разогнул и все люфт пропал здесь люфт убрался здесь здесь все заменено конечно здесь здесь подшипник на этом валу и вот здесь подшипник под этой гайкой их соответственно если они испорчены тоже надо заменить иначе люфт не убрать здесь у нас как бы поддерживает вот этот самый сухарик левую сторону рейки ту сторону с которой стороны руль для праворуких машин это будет правая конечно поэтому вот эта часть и начинает слишком болтаться потому что изначально она не рассчитана на такие усилия в европе там где-нибудь где шикарный асфальт тяга вот так стоит и усилие чисто осевое от осевого усилия здесь червяк у нас держит как раз ну и мужик который за рулем сидит руль держит тоже она это осевое усилие воспринимает но здесь у нас в россии ямы колдобины там подвеска вот так и так может появиться усилие под углом тогда появляется соответственно не осевая составляющая уже радиальная как раз от этой радиальной должен держать снизу червяк сверху вот этот сухарь а он нифига не держит потому что его надо заменить короче после замены он тоже особо не держит как ни странно поэтому вот в эту часть рейки она имеет утолщение вот видно утолщение внутри там пусто кстати русские кулибины впрессовывает втулку там на драйве я выложу фотки втулки как она входит просто сейчас уже рейка готова к установке втулка сюда запуливается и немножко начинает придерживать вот этот шток рейки от получается радиально ну от радиальных ударов от радиального люфта от люфта полностью избавиться с ней не удастся конечно но часть энергии ударов при переезде всяких там неровностей она будет гасить и поэтому сухарику станет жить легче и наверно будет меньше стука и проживет дольше сухарик из можно будет его более точно настроить те кто менял ну вернее ребил дел рейку и ставили вот такую вот втулочку третью опору они называют рейки они все рады поэтому после того как я поставлю я покатаю я отпишусь правда они рады или просто и и привирают так в общем вот такие тонкости а еще один момент сразу расскажу вот здесь вот распределитель он вставляется ну вы видели видео просто вставляется соблюдайте аккуратность при том как будете его вставлять потому что кольца тоненькие оба ростки внутри рейки могут порваться и вы этого даже не заметите я когда разбирал эту рейку по ходу она уже после какого-то ребилда пару колец было видно срезано остатки внутри лежали поэтому используйте какую-нибудь смазку можно вот в дэшку можно моторное масло или еще что-нибудь чтобы вот эти кольца просто как сказать проскользили все эти неровности и встали на свое место собирайте аккуратно и в чистоте надеюсь вот таким образом отремонтированная рейка будет ходить долго и счастливо кто как избавился от стука кто какие хитрости использовал при сборке разборки ремонте рейки пишите внизу в отзывах или на драйве в отзывах будет очень полезно потому что мало информации хороший в основном в один трэш по вот этой гайке по затяжке сразу скажу я долго искал я честно говоря не думал что немцы будут так халатно относиться к этому моменту видимо они решили что на заводе отрегулирована и ладно поэтому в тисе я ничего не нашел и не нашел нигде на отзывах одни пишут что затягивается моментом определенным но момент нигде не пишут и нигде его не нашел я полагал что вот здесь вот есть отверстие можно глубиномером померить расстояние до поршня то есть затяг пружины тоже нифига не получилось потому что при небольшом изменении на тяга рейку сильно подтягивает а глубина меняется ну незначительно можно сказать вообще не меняется поэтому на самом деле умные ребята с белоруссии которые действительно круто перебирают рейки посоветовали мне на самом деле забить на это и отрегулировать ее по ощущениям чтобы не подкусывала и не люфтила сначала я долго пытался потом в конце концов пришел к такому выводу надо сначала полностью затянуть гайку вот я установил метку полностью затянутого состояния и начал потихоньку отпускать проверяя чтобы с привода можно сказать с рулевого чтобы рейка начала свободно вращаться от упора до упора именно от упора до упора потому что из-за небольшого износа в средней части может подклинивать по краям проверяйте наибольше нужно поймать момент наибольшего затяга при отсутствии закусывания вот и все такая хитрость я ее полдня искал надеялся все-таки что немцы как-то там извратились написали опять используем приспособление 16 15 13 12 там из набора но нифига ничего похожего не нашел можете не тратить время ой надеюсь вам понравилось спасибо пока